Поехали! Поехали! Суперкросс. Пожалуй, самый сложный из видов мотокросса, утверждают райдеры. Здесь нужно уметь не только технично и быстро преодолевать дистанцию, но и делать это красиво. Турнир носит любительский характер, поэтому привычную для гонок конкуренцию сменила зрелищность. В заездах участвовали как взрослые, так и дети. На состязания допускались все возрастные категории. Такие гонки для крымских мотолюбителей являются хорошей возможностью отточить свое мастерство и просто пообщаться с единомышленниками. Здесь расслабляться не получится нигде. Единственное, в воздухе можно отдохнуть немножко, перехватить дыхание и руки, чтобы отошли. А так, в принципе, это считается одним из самых сложных и высокоточных видов мотоспорта, потому что не прощает даже малейших ошибок. Что касается классов мотоциклов, здесь полная свобода выбора байки объемом от 50 до 450 кубов. Трасса «Бастион» создана таким образом, чтобы любой райдер, профессионал или новичок смог комфортно погоняться. Трасса очень интересная. Трасса является одной из самых сложных и самых интересных по Крыму. И даже мы надеемся, что это соревнование нам позволит на следующий раз уже выйти на более профессиональный уровень. То есть мы надеемся, что уже и сборная Российской Федерации будет участвовать в наших мероприятиях. Но пока что мы только развиваем любительский мотокросс. И я надеюсь, что, в принципе, дорогу оселит идущий. С прошлого года в состязания добавили новый класс мотоциклов – питбайк. Малогабаритные байки прекрасно подходят для обучения мотокроссу. Развиваем такой новый вид спорта в Крыму, как питбайки. У нас катаются дети, девчонки, непосредственно дочь моя. Вот с ребятами катаемся. Каждое мероприятие стараемся посетить. По сравнению с прошлыми годами, я помню, такого количества таких спортсменов или просто любителей не было. Сейчас очень много. Почти у каждого пятого мотоцикла. И каждый хочет заниматься. Развивается очень хорошо. По сильную помощь организации состязания оказал российский политический военный деятель Владимир Петрович Комаедов. Отсюда и название турнира – Кубок Адмирала. По итогам гонок первыми в классе питбайк пришли Максим Нестерук и Валерия Иванова. В классе опена один быстрее всех оказался Юрий Джипаров. В категории «Ветеран» кубки достались Вадиму Повчину, Олегу Андрюшову и Валерию Новикову. В классе «Любитель» первые места за Александром Погачем, Павлом Кобзевым и Александром Подгайцем.